Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Играю вот с человеком под ником Трикстер. Не знаю, первый раз с ним играю. И у нас... Ну вот я вам, к сожалению, не смогу сделать врезку по поводу выбора наций, потому что он как-то... Ну он хост, поэтому он там всё делал у меня на сайте. Он какую-то странную ссылку прислал, которая не открывалась. То есть мне нет... Я не могу вам визуально показать, но я вам так словами скажу. Вот у него был выбор между Шашонами, Сангаем, Римом, Австрией, Сиамом и Германией. Он выбрал Шашонов. А у меня Швеция, Польша, Византия, Япония, Монголия и Египет. Как видите, мы такие как раз банили более слабые нации, оставили довольно сильные. То есть выбор интересный. У нас будет Шашоны против Польши. Я выбрал Польшу. По-моему, интересная будет игра. Тем более, что здесь карта Высокогорье. То есть, ну, контактная карта. Если помните, в прошлом турнире я играл за Шашонов, но на континентах это немножко другое. А здесь Шашоны вот в контактной борьбе с Польшей. Я буду за Польшу играть. Не часто мне удается сыграть за Польшу, тем более против Шашонов. Там, конечно... Тут, конечно, будет интересно, забавно. Так, давайте посмотрим. Я думаю, так как это Высокогорье, то очень велика вероятность, что мы... Что нам придется играть на развитие. Поэтому я считаю, что надо будет ставить город по-любому рядом с горою. Так, давайте глянем, что у нас тут. Хм. А что если вот на этом холме рядом с горою поставить? Смотрите, тут... Ну, блин, на озере не очень прикольно ставить, честно говоря. То есть, видите, вот это озеро. И, то есть, это такие, ну, мусорные клетки получаются, которые вряд ли будут обрабатываться вашим городом когда-либо. Потому что тут две еды и все. И невозможно больше ничего добавить к этим клеткам. Тут ни маяк не построится, ни, как вы понимаете, морские караваны не пойдут. Здесь, около горы, например, интересно поставить. Вот на этой... На этом лугу. Тогда будет вероятность и... И мельницу в будущем. Но тут мне жалко только, единственное, что реки нету. Но тут, судя по тому, как сгенерировался, видите, тут озера, тут и не будет рек. То есть, это высокогорье с озерами. Так что, рек не предвидится. Даже и не знаю. Может, сюда прыгнуть, посмотреть, что тут у нас будет. Ну, если что, пару ходов потеряю. Че уж тут. Вот, пустынный холмик. Ничего такой выглядит. Так, ну, мне кажется, на овец прыгать не имеет смысла. Так, олени. А если на пустынный холм, то есть вероятность Петру, например. Но тут проблема, что нету еды вообще. То есть, если только в этой клетке будет еда, оставить первый город на место без еды, это, я вам скажу, опасное дело. Давайте глянем. Нет, видите. Но, может, тут какая-то Петра будет? Я че-то хожу, тут нету, нету. Кроме того, у меня же уникальное здание конюшня, да? Да елки. Что-то не очень у меня с местами. Ну, блин, вот тут бы я среди этих овец поставил, если бы была бы какая-нибудь еда. Пока все не очень хорошо. Ну, придется возвращаться. Придется возвращаться. Придется возвращаться. Походу, ну, блин, не знаю. Блин, ну, ставить без двух еды город вообще грусть. Этого делать не надо. Я боюсь, как бы сейчас уже юниты Шашона где-нибудь не пришли. Но приходится вот тут вот, походу, придется поставить город. Вот, сейчас я долго буду ходить сюда. Первая идея оказалась самой здравой в итоге. Да, неплохо я так потерял в темпе. Самое интересное, что и тут еды немного у меня для того, чтобы развиваться. Тоже проблемка. О, уже и пантеон взят. Ну, пантеон какой-то хреновый. Блин. Фу, чуть не мискликнул. Сейчас бы сюда куда-то пошел. Не, вот тут нормальное место. Хорошее место. Просто хотелось еще лучше что-то зачем-то найти. Здесь вот для второго города, например, неплохие места. Но не для первого. Он тут не вырастет просто. Вот в чем дело. Блин, на шестом ходу город. Офигеть. Напоминаю, тут нету ни руин, ни варваров. Так что шашонские скауты вряд ли получат... Ну, шашонские скауты сами по себе неплохой юнит. Они сильнее, чем скауты, поэтому... Неплохие в начале игры. Блин, ну, смотрите, тут реально на развитие надо играть. Как вот можно тут воевать с такими местами? Тут фиг пройдешь к сопернику. Он явно справа. Обалдеть. Ну, зря я, конечно, погулял. Ну, вот это вот место для второго города неплохое. В принципе. Так, скаут готов. Пошли в монумент. Так, что, мы подвисли? Так, откроем. Ну, он, видите, он какой-то не очень пантеон взял. Ну, по моему мнению. Многие считают, что в начале игры пантеон неплох. О! Шрепаду я бы попытался захватить, конечно. Так. Вот, опять начинаются проблемы, потому что расти мне не за что. Это, опять нету еды. Давайте хотя бы так, что ли. Или так. Все равно четыре хода. Он что-то лагает. Мы нашли шашонов. Точнее, это они нас нашли. О, здесь олени, смотрите. Мне может взять пантеон на оленей можно. Ну, пускай он тут проходит. Откровенно, не жалко. Мне главное найти, насколько он далеко от шрепады. И так, и так, три. Блин, как-то подлагивает. Мне это не очень нравится. Дальше пошел. Так, а где какие города-государства? Тут неплохие места с оленями. Вот если я вот тут, или вот тут у горы даже поставлю. Правда, тут только два оленя достается. Зато лошади есть. Ой, тут, тут, смотрите. Тут вообще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот этот город. Шесть ресурсов с лошадей. Напоминаю, у меня конюшня. То есть, эта конюшня даст мне шесть молотков. И шесть золота. Да, город у меня медленно растет. Это, конечно, может сказаться потом на развитии. Серьезно. Зачем он в защиту встал? Он, типа, не собирается исследовать территорию? Так, мне нужен амбар. Один ход до амбара. Ну, давайте один ход рабочего построим. Вообще нету еды, слушайте. Печалька. Ну что, тут прохода нету, что ли? Есть тут проход. Так, амбар. И на производство давайте. Так. А лошадей, наверное, купим. Потому что мне надо просто срочно амбар строить. Пять ходов. Иначе я нихрена не вырасту. Так, майнинг. Я пойду по смеси воли и традиций. Я вам в этом видео уже показывал. Нормальная стратегия для Польши. О! Неплохие тут чудеса, в принципе. Так, где же Шашон? Интересно. Интересно мне знать. И где города-государства? Подпишись. Тем после двух вечера. – Амбар. Амбар. Вами. 試. Амбар. Пока с пантеоном обождём. Хм. Что-то шашона не нахожу. Интересно. То есть как-то мы вообще далеко друг от друга? Так, как мне лучше и быстрее выйти в классическую эру? Наверное, через... Вот как раз... Так, что мне нужен? Блин, календарь ещё понадобится. Ну, гурубку леса я и так сейчас открою. Так, давайте, наверное... Календарь. Какие у нас тут ещё? Ну, пока вижу только золото и шёлк. О, вот ГГшка. Кстати, на оазисе юниты имеют минус к обороне. О! А куда он повёл? То есть он где-то тут, его города, что ли? То есть он спёр у Женевы рабочего и ведёт к себе. Где ж его город? Нам бы этого рабочего, конечно, спереть, отдать Женеве и получить плюс к религии. Так, всё, город наконец-то растёт. Теперь можно переключить на рост. Четыре хода. Три хода. Вот, отлично. Меня это устраивает. Будет он тут подходить? Нет? Блин, вообще боится подойти к моей столице, чтобы я его, не дай бог, не обстрелял. Хотя... О, нифига себе. О! Вы поняли? Вот тут у нас посел. И вполне возможно, он сейчас сюда пойдёт. Слушайте, надо постоять и украсть посела. А он меня не... Ну... По-моему, он меня не видел. Встал в защиту. Ну, окей. Будет классно, если он сюда поселенцевый. И он там без охраны, кстати. Не, ну, он, наверное, прямо сюда не встанет. Он, наверное, сюда пойдёт. Просто тут, видите, такой проход не очень. Да ладно? Е-е-е! Хе-хе! То он с воли, что ли, взял? Или так, по-сту... Да, с воли взял. Так, до трёх доросли. О! Отлично! С производством у нас... Зашибись! Так, теперь можно и рабочего будет после скаута построить. Ну... По-моему, я молодец. Сейчас он тут побежал своим, конечно... Скаутом перехватывать. Хотя бы рабочего вернуть. А вот рабочий от... Женевы. Ну, нельзя водить поселенца без защиты. Нельзя. Вы же не знаете, где... Где кто. Где какие юниты. Да, я угадал. Мы не будем давать ему возможность. Будем защищать... Наше приобретение. Он и тут пришёл. Ладно, придётся... Придётся... Рабочего удалить. Он трёх, видите, своих этих настроил. Ладно, рабочего удалим. Ещё один. Блин. Я серьёзно там серьёзно взялся за строительство поселенцев? Не знаю, открывать мне железо. Не открывать. Сразу идти в хорсбек-райдинг. Не, вернёмся. У меня тут... Сейчас собственный рабочий будет. Мне нужна для него защита. Да, к сожалению, этого рабочего я не словлю. Так, видимо, надо уйти. К сожалению. Тоже неплохие места, видите. Три еды от оленей. Ну, это он уже амвар построил. Здесь неплохо, неплохо. Блин, видите, не могу я сюда рабочего перевезти, потому что он может его захватить. А вот теперь могу. Да, надо вот это место сейчас разведать. Наверное, там второй город поставим. Третий где-то вот среди этих оленей будет. Пускай не около горы, но зато, блин, смотрите, сколько оленей. Это просто чума какая-то. Тут можно город поставить, чтобы... Раз, два, три, четыре, пять. И тут, я уверен, где-то ниже будут оленей. Пускай он чудеса заберет, а у меня будет такое развитие. Развитие. Прошелся по моим лошадям. Ну, он все ГГшки, видимо, раньше меня нашел. Не знаю, правда, я бы на его месте еще с его скаутами дань собрал с них, со всех. Потому что у него явно армия, да, 19 тысяч. Прилично, блин. Все равно производство у меня выше. А, вон еще ГГшка. Ясненько. Понятненько. Так, пять ходов до бесплатного посела, а потом буду клепать поселы без остановки. Так что давайте, наверное, светилище построим, а потом еще какого-нибудь юнита. Ну, не какого-то, наверное, скаута, потому что вот это тут надо развязать. Я же скаут своего потерял. Во, второй город поставлен. Мне надо в классическую эру выйти, чтобы, ну, использовать бонус Польши, которая получает, ну, бесплатно социальную политику при выходе. А это вот самый быстрый путь. Хотя, конечно, лучше было бы через философию еще и оракула построить. Но мы пока повременим. Тем более тут вот уникальное здание. Потом уже пойдем в письменность. Кстати, Ашашун письменность случайно не открыл? Ой. Нет, не открыл. Так, сколько до бесплатного посела? Четыре хода. А, и у него, кстати, столица не уг... А, ну он через волю играет. Что ему, какая разница? У горы он не у горы... О, а Виттенберг-то мой соперник не нашел. О, я сейчас пантеон возьму. Да, есть, конечно, соблазн взять пантеон на пастбище. У меня пастбище мало того, что будет давать молоток, золото, еще и культуру. Но рост в данном случае мне кажется важнее, и оленей здесь довольно много, по-моему. Ну, блин, следующим ходом уже выбирать, конечно, надо. Эх, не дали подольше подумать. Или пастбище. Ну, пастбище тут тоже дофига, ладно. Давайте во все уже пойдем конкретно в пастбище, блин. Два хода. Как раз вырублю тут лес для поселенца. Нет, тут нет смысла дальше исследовать. Ну, где-то тут, наверное, еще ггшки, и вот тут ггшки. Ну, давайте вырубать. Да, наверное, вот сюда надо будет поставить город. Вот тут еще место для города есть. Вот то, что я вижу. Блин, у меня два счастья. Это не оригинальный ресурс счастья. Оригинальный ресурс... Вот он, красители. Может, мне все-таки сюда тогда повезти этот город. Вот тут будет неплохой город. То есть, я как вижу, вот тут город, тут город и тут город. Четыре города. О, сколько тут оленей. Боже, нифига себе. А, ну вот красители. Блин, может, мне тогда сюда везти. Столько мест прекрасных. Так, надо посмотреть, как он сходит своими... Там, он там встал в защиту. Зачем-то. А сейчас... О, вот еще ггшка. Но, к сожалению, не могу до нее... Я сейчас просто лучников настрою. Буду его гонять от своих границ. Все, он ход закончил. Ну, окей. Пойдем сюда город ставить. Вот где у меня, собственно, стоит скаут. Отличное место. Раз, два, три, четыре, пять, шесть оленей, гора и еще ресурс роскоши. А, как вам? Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте двагис.ру. Двагис, если быть точным. Так. Так, стоп, а почему у меня так много счастья? А, золото, ясно. Золото, золото. Так. Давайте вот тут внизу еще исследуем. Что у нас за места. Золото. Золото у меня как-то мало. Денежек. Денежек. Нехватка, острая нехватка наличности. А что у моего соперника? Ну, как бы то же самое. Ну, он как-то вот, он, видимо, не в курсе, что можно дань попросить. Он этим, вместо этого он обкладывает меня со всех сторон, а я ему дань не дам. Нет, даже пускай не надеется. Да, и у меня только три ресурса роскоши. Вот, меня не очень устраивает, откровенно говоря. Шелк, золото и красители. Ну, эти сильные эти, блин. Его скауты шашонские. Так, тут все засвечиваем, тут все засвечиваем. И я даже других как-то ресурсов роскоши-то и не вижу на карте, вы понимаете? Я не буду этого рабочего красть. Как-то далековато его вести. О, еще один. Не знаю, зачем у него там стоит вот этот скаут. Я пришел, куда мне надо. Вот ему бы скаута где-то вот тут вот держать было бы классно. Даже двоих вот тут, если бы он меня держал. Ну, блин, я просто тогда в другую сторону. Я бы сюда пошел город ставить, конечно. Я бы там не пытался прорываться. Вообще, мне как-то странно вот это желание там зачем-то держать скаутов. Ну, вот у меня счастье на три города есть вполне. Я сейчас могу спокойно три города поставить. Потом еще обработать красители. Убежал, не успел я его обстреливать, ну, проатаковать дуболомом своим. Так, стоит ли мне строить монументы? Потому что стоит. Монументы строить стоит. Я возьму олигархию. Да, пускай монументы будут. Спасибо. Так, теперь можно лошадей обработать. Давайте-ка... Хотя я тут дуболомом гляну, что тут. Лучше пойти скаутом охранять рабочего. Пойду, наверное, овечек обработаю. О, речка есть. Да, что-то с ресурсами и роскоши на этой карте не фонтан. Ну, сперника тоже три. Я, ну, пока говорю тоже, потому что на самом деле я не знаю, сколько. Ну, вот это хорошие места, что мне, конечно, советуют. Сейчас я гляну получше, но... Наверное, вот тут. Хотя... А тут речка. Не, вот тут. Вот тут надо ставить. Так, сразу еще одного. Так, пожалуй, этого рабочего защищать уже не надо. Пойду тут скаутом посмотрю, что за дела вообще на районе. Ну, там вот ГГшку-то найду. Уходит. Ладно, пойдем этим займемся тогда. Этот тут спрятался. Так, охота открыта. Вот, идем к моей основной цели. Блин, у меня сейчас минус по золоту настанет. Что, конечно, не... Ну, это, кстати, обычная проблема для игры через Варшаву в столько количества городов. Потом это все выправляется, конечно. 4-2. У меня 3-1. А, кем-то еще не походил. Скаутом. Ну, этим скаутом можно уже бежать. Блин, не заметил, куда он пошел. По-моему, сюда пошел. Че так дерзко. Он боится, что... А, вот что он делает. Будет... Не, ну серьезно. Ты сюда привел город ставить? Сюда привел город ставить? То есть, он будет меня атаковать? Ясно. Я сейчас просто настрою колясок и захвачиваю этот город. Четыре лошади. Коляски я уже открыл. Блин, минус 17 началось. Печаль. Ладно, давайте железо. Он вот тут сейчас город поставит, да? Но... Не скажу, что меня это... Сильно пугает. Блин, тут к этой гвешке никак не пройти. Ну, мне кажется, он зря это сделал. Я, блин, тоже так играл, когда... Ну, были у меня такие странные идеи везти далеко город, чтобы ставить. То есть, он теряет в развитии. Я бы на его месте просто лучше бы развивался. А он, ну, для чего? Так. Сейчас просто буду армию строить и атаковать тот его город, и все. И он, кстати, стоит так, что его... Ну, можно атаковать. Улучшник, окей. Академия. 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 Так, этот город мы тут поставим, а этот мне рекомендуют тут, но я хочу, или вообще вот тут, ну пока сюда поведу. Да, золота у меня нету, с этим я согласен. Блин, а караван-то мне некуда отправить на золото, тоже проблемка, поменда лошадей этих, так давайте-ка мы лучше рабочего обработаем быстрее лошадей и будем захватывать тут город. Мне еще одну ГГшку надо найти, чтоб золотишко отмыть. О, коляске побежали. Серьезное дело? Ну, я пожалуй отступлю, пускай меня тут атакует лучше. У меня тут нормальные места для обороны. Надо обработать лошадей и построить коляски. лошадей и я буду так счастлив. Ну, 26 тысяч говорит, что ну пускай у него еще две коляски есть, например. Вот тут сейчас закроют этот проход скаутом или пойти скаутом лучше. Да, на золото надо. Так. У меня проблемка, конечно, нет. У меня проблемка, конечно, нет. С Лиланой-то чуть позже похожу. Да, мне тоже кажется, что вот тут лучше поставить город, а не тут. Ну, вот это неплохой город, потому что у него счастье Шерепада тоже дает. Вот. То есть он сейчас будет типа клепать войска и ко мне подводить, чтобы меня атаковать, но мы разгадали твой хитрый коварный план и готовы к нему. Куча очков, потому что у него сразу куча места с шашонами не добавляется. Поэтому у него куча очков именно за места. Дань он так и не потребовал, как я понимаю. Ну что, может ему тут сюрприз какой сделать? Вернуться этим дуболомом и что-нибудь ему разграбить? В классическую эру вошел. Давайте посмотрим, в какую. М, метколуки. То есть нам ждать метколуков, но их еще построить надо. И в данном случае колясок, например, достаточно. По моему скромному мнению, но не мне судить, конечно. Так. Красители надо обработать, чтобы получить счастье. Что с армией? Тридцать тысяч. Так. 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 будут еще сюда провести войска, потому что атаковать только вот так в лоб не очень комфортно будет. Да, к сожалению, не могу обстрелять. Полечимся. Так, что... Где я могу вообще золото взять? У меня только вот золото. И здесь от красителей. Все. Вот еще красители, конечно. Они через один ход добавятся. Отлично. Можно будет на них переключить. Потом, когда этот город вырастет, надеюсь, золото он захватит, тоже можно будет. Ну, в общем, надо держаться, пока города не вырастут. Так, следующим ходом главное взять политику, а потом уже ставить город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА тоже неплохие места кстати золотой век начался очень неплохо хотя золото это не особо прибавила так вот так сделаем здесь амбарчик пожалуй после лучников 15 ходов давайте просто монумент не только для того чтобы социальные политики быстрее принимать но и чтобы границы города росли если нету в городе нормальных тут конечно не растут из-за принятия уже традиции но тем не менее чем быстрее они будут расти тем быстрее будут города сами по себе расти ну так сюда отойдем что убил я что ли его ничего себе это я крут ну краков тяжело будет браться если он полезет на химфу так он еще один город поставил ну а я буду четырьмя играть ну наконец-то я его первый нашел о золотишко пришло так давайте после бронз воргинга письмо а потом лошадей этих все-таки библиотеки нужны как ни крути так как у меня взята олигархия то я получаю не получаю точнее а юниты в городах не требуют содержания поэтому мне желательно конечно по городам расставить юниты свои что тут холм поставим на холм так тут монумент готов а когда тут лошади будут а вот они так а вот же я могу золото обрабатывать еще правда будет меньше производства но что поделать от футы не отсюда не то изменил ну ладно пока у меня есть золото не будем трогать давайте займемся колесницами так ну дальше в принципе смысла нет уйти вот у меня проблема что я не могу денег никаких заработать но зато я могу пойти найти каравана и шашона а он их по-моему и не отправляет еще но минус 3 хотя может какой-нибудь один и отправляет надо посмотреть так о железо есть вот его мы и обработаем а что у него со счастьем у него счастье есть на 5 город ну в принципе вот это у него два счастья дает и ресурсов у него все-таки четыре я думаю стоит уходить ну блин у меня такие большие сомнения что краков легко берется хотя если он всеми силами навалится то конечно возьмет но я же вижу что он распыляет вот тут у него лучник тут у него бегает этот на лошадях это чушка о метка луки уже у него построились что вот прям так в открытую пошел а он типа подставил чтобы я обстрелял ясно теперь мне все понятно так давайте теперь дуболома туда ну вот этого могут убить надо будет отступить сейчас ну не сейчас а в начальстве еще выхода конечно так куда он может каравана отправлять интересно хотел бы я знать я не знаю зачем он вот так распыляет силы сожалению на деньги я не могу отправить поэтому приходится так так минус пошел по счастью надо надо терпеть производство и тут блин у меня вот лошади видите на ну как бы так вперед немножко выдвинуты с другой стороны к ним добраться не очень то и легко так так блин я еще куда то я не туда иду мне надо вот сюда вот тут если бегут караваны на золото то где то вот тут фига я туда прусь так лечиться все два юнита у меня ну этого я убью конечно не знаю стоит ли я наверно сейчас обстреляю в конце хода а потом в начале потому что я хочу чтобы этот лечился убил отлично вылечился он там ну что поделать так сложно ему ну что он попадает сейчас тут просочится тут не пройти конечно краков хорошо стоит так монумент готов когда там один ход до библиотек что надо библиотеки тоже начинать строитель когда тут увеличится один ход так ну давайте во вроцлаве тогда копейщика построим а вот и моя кавалерия подоспела так он какие-нибудь чудеса строит пирамиду он строит ясно пирамиды это неплохо как раз у меня будет возможность агаидику видимо захватить так пошел минус переключаем на золото так тут норм тут переключать некуда тут тоже так железо что с армией ну как то так кстати а что ггшки хотят инженера и денег и культуру тут как раз по культуре лидирую виттенберг ну виттенберг правда не особо в боях участвует у нас ну 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 убежал ну ты ж посмотри все золотой век кончился науки нет отлично ну что давайте попробуем агаидику взять тогда ну где тут твои караванчики он конечно вот тут у него еще должен быть какой-то ггг и скорее всего он в него отправляет караваны чтобы уже точно не зависеть ну не бояться то есть мне можно попробовать как-то так пройти но он караваны не отправляет блин минус 9 то есть у него науки нету еще так же как у меня так я его могу обстреливать вот с трех мест и отсюда еще к я не знаю как мне пододвигаться с вами честен так а куда он дел пирамиды совершенно не возражаю нет или на производство здесь поставим найти на производство лодзи здесь мы добавили сейчас здесь построим этот амбарчик шахту ага вот у него там скаут вполне возможно что как раз он туда и отправляет караваны может же такое быть да да ладно ты что будешь моего скаута обстреливать уже ход потерял ладно начнем атаковать я бы этих лучников конечно слил может лучше тогда метка лука или агаидику что мне нечем их апгрейдить нету денежков в войне они участвуют ну чё убьет давай отлично отлично так скаута мы сюда отправим почему он тут стоит своим своей коляской я тут мне как-то странно и вот это распыление сил честно говоря зачем он боится что я куда-то пройду по-моему это я должен бояться что он куда-то пройдет нет но он все-таки решил краков атаковать будет вырубать лес чтобы ясно мне все понятно то есть я атакую его агаидику а он атакует мой краков лады вот сейчас будет хилка так ладно там мы постоим а все там об Barra Попытался его захватить. Так, давайте-ка дорогу, может, к Ракову построим. А сюда встану, будет сильнее защита. Ну, стен у меня нету, к сожалению. Давайте-ка... Или... Подождите, или воина лучше. Давайте лучше воина. Все-таки три хода. Он мне лес вырубил. Лес ко мне пришел, что прочее. Так. Да, можно дорогу в Краков. Ну, блин, ну почему он не выстрелил? Так, в город становимся. Обстреливаем, захватываем рабочего. Ну, он, конечно, послабее воюет, чем... ...другие мои соперники. Только за счет этого, видимо, я и выезжаю. Так. Ну, мне надо в монархию. Это путь денег и... ...какой-нибудь победы, что ли. Так. Рабочий... Ну, почему нет, кстати? А здесь библиотека. Блин, я... Я когда-нибудь вообще выйду в эту эру? Где мне золото взять? Цирк. Цирк хорошая идея. Так. Мне вообще главное спасти тут все. Ну и... Ну, хоть рассинхрон, а не сейв грузить. Так, главное там скаута и рабочего спасти. Ясно, он вылетел. Так, еще одна попытка загрузить сейв. Я, правда, не знаю, что сейчас загрузится. Но вы видели, что загрузился сейв, когда рабочий не у меня. Но она... А-а, идите. Ладно. Почему у меня так странно пишется вся? Ладно, понеслась так. Не знаю, что тут еще можно сделать. Тут тоже скаута мне убили по беспределу. О, генерал. Все? Не убивается колясочка-то? Даже не знаю, на что прокачать. Ой. Что-то странно, а что так быстро все заканчивается? Что-то ходы. Все непонятно. Да, 30 ходов. Отличненько. Будет город тут ставить и тут дай. Ну не знаю, зачем на Краков. Ну хотя, блин, на Варшаву сложнее, конечно. Теперь-то Краков проще обстрелить, когда он мне вырубил лес. Но все равно. Да. Будем копейщика тут строить. Ну, наверное, надо будет генерала сюда перекинуть, но попозже. А что с армией? 28-35. Так, хоть какая-то денюжка на родину вернется. Вродслав голодает. Отчеток. А что он до этого не голодал, а сейчас заголодал внезапно. А, потому что в минус мы ушли. Поэтому минус 2% еды стало. Войны Никиту мочат. Брям. Хотел сказать «блин» и «прям». Получилось «брям». Прям ты хоть великую библиотеку строишь, чтобы взять теху и выйти в монархию, чтобы золото было и счастье. Может, действительно попробовать только не в этом городе, а в Лодзе? Ну, 14 ходов. Причем плохо. Так. Это я вовремя зашел. Сейчас у меня деньги появятся. Что-то он там забыл проконтролировать. Ура! Плюс по деньгам. Отлично. У моего соперника минус. Очень хорошо. Сейчас я выйду в новую эру. Ой, а у меня лечилка. Так, счастье появилось. Давайте-ка еще рабочих. Рабочие тут рулят. Так, сейчас вырасти должен. Может, ускорить? Можно? Можно. Отлично. Пускай столица растет. Так, и дорогу в эту сторону надо построить. Денежками благодаря сопернику появились. Поэтому все путем. Кто-то скажет, чтобы я апнул лучников в метка лучников. Но нет. Я буду эти деньги держать на науку. В данном случае это очень важно. Так, лечимся. А тут дорога построена. А почему тут нету дороги, я не понимаю. Блин. Так, Вроцлав растет и Варшава растет. Блин, и все равно у него голодание началось. Ну как так? Нафига он вырос тогда? Да. Копейщик куда-то бежит. Давайте лучше тут производство сделаем и вот так. Ну, чтоб культурка тоже шла. Потому что мы-то, конечно, возьмем сейчас, но и своим ходом культурка тоже не помешает. Монархию возьмем и веселее станет сразу всем. Будем с библиотеки пытаться взять философию, наверное. Тебя может философию своим путем открыть? Нет, математику открыть. Можно висячие сады построить, а взять... Нет, блин, я оракул нужен. Ой, блин, тут все так нужно? Конечно. Так, лечимся. Лечимся. Отлично. Монархия. Так, можно... Уникальное здание стоит. Ну, вот видите, и Вроцлав опять в минус ушел. Нафига он раст... А, вот где, блин, я не успеваю посмотреть, где... Где что. Так, деньги. Тут надо обработать, конечно, лошадей во Вроцлаве и построить уникальное здание. Что у нас в столице? Только две. Но все равно... Сейчас мы в денюжку выйдем. Так... Давайте философию своим ходом. Моего соперника просто науки нету. То есть мне можно не волноваться, что он может в какую-то крутую... Войска одинаковые. По счастью, у него тоже нету. Сейчас соединю дорогами, еще денюжка немножко появится. У него мосомканий пять. Ну, по населению он, конечно, впереди, но не сильно. Вроцлав то растет, то не растет. Классно. Речка движется и не движется. Лучше, конечно, было вот так дорогу вести. Потому что тут было бы... Вовросов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А так будет шесть, семь... А, без разницы. Ладно. В общем, его обстреливает воина. Может так. Пускай растет... Краков. Тут дорога есть. Отлично. Так, а куда ушел его скаут? А вот куда. Ну, я играю от защиты, так что... Это его задача меня. Я... Чем дольше я защищаюсь, тем круче у меня все. Так, он уже моего обстрелял. Может выйти мне его пообстрелять? Да не, я лучше буду стоять. Так, надо тут лошадей. Мой воин. Это он опять этим... А, вот сюда пришел. До копейщика. Боже, я же где-то вроде... А, вот у меня копейщик. Ну вот я сейчас буду их менять тут. Просто местами. Ну, Виттенберг мне еще и начинает давать религию. Так, опять уходит наука. Больше караванчиков не отправлял, Шашон. Мне философия очень нужна. Ну, походу, если я не смогу открыть, то, блин, возьму ее великой библиотекой. Потому что оракул мне будет очень в тему. Ага. Решил пойти в атаку. Ясно. У меня как раз следующим ходом появляется... Блин, убил того все-таки. Появляется копейщик. Так, перебрасываем все силы сюда. О, надо было сюда пойти, эх. Так, тут лечимся. Ну что, выдержит скаут? Интересно. Не понял, а где копейщик? Что-то непонятно. Видимо, потому что ему негде разместиться. Так, тут что? Холмы. То есть, если что, я отсюда могу обстреливать, да? А отсюда я... О, могу. Так, сделаем. Так, сделаем. Теперь сюда. Так. Так. Ну, копейщик должен следующим ходом появиться. Не знаю. Ну, то есть, видимо, потому что тут и так в городе был юнит, а не было куда отступить. У меня только единственное объяснение. О, отлично. Так. Тут строится. Давайте даже вырубим лес. Так, ладно, раз я не возьму здесь уже философию, давайте строить то, что нам доступно... Ну, если следует, что доступно, может, даже математику или... Не, математику. Вот как-то так. Ну, вот, появился копейщик. Не знаю, зачем он убивает моих лучников, но мне... Я только рад этому, собственно. А как тебе такой... Такой поворот? Какая-то смогу сбежать? Если что. Ой. Тут надо валить. Вот зря свалил. Я мог полечиться и лучника того убить просто. Да. 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 Не знаю, зачем я туда поставил дуболома. У меня объяснения этому нету. Может, обстрелять этого? Так. Ты лечись. Ты тут стой. Хотя, разграбить, наверное, там уже некому. Так что... Тем более, я сейчас коней еще одних построю. Ух ты, религию основал. Ух ты. 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 Ой. Ух ты. Ух ты. Зачем я сюда переносил коляску? Только зря, по-моему, потратил ход. Вообще, надо сюда выдвинуть, например, копейщик, а тут пускай коляска сидит в Кракове. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, так, так. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не могу поменять. Ладно. Попробую следующим ходом это сделать. Блин, я хочу тут уже построить панскую конюшню, а у меня еще нет возможности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, сюда прыг... Давайте, что я сюда вот пойду, пожалуй. О, он какую-то деньги взял. Наверное, с религией. Я, пожалуй, тут постою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По армии вообще паритет. Я не знаю, как в таких условиях можно атаковать все равно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Честно, не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, ну что за хрень? Как всегда, Леша проспал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, отступим. Окей. Не стреляй по мне больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понимаете, что мне еще тут построить? Ну, у меня остается только, собственно, копейщиков строить и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно, то же самое касается и... Ну, сложно их пробить, согласитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давайте-ка мы тут вырубим лес. А тут дорогу продолжим строить. А тут сколько? Три хода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, три хода до библиотеки. Давайте-ка уже овец. Потому что если ты не присоединил ресурс, который обрабатывает конюшня, то конюшню ты построить не можешь. Что, конечно, жалко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, стоит сюда прыгать, не стоит. Давайте лучше отступим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ёлки, ну что я такой... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дебил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ровном месте юниты теряю. Ладно, пока немножко краков ожил. Уже не в жёлтой зоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что нам надо обработать? Так, здесь лагерь, тут естественно никто ничего обрабатывает, ну вот овец можно, у меня еще и город стреляет за счет олигархи, видите, сити там, что-то плюс, что-то там. Плюс 50% сил и городов, если в них стоят юниты, так что два хода. На чем тут стоит? Не пойму я. Убил, убил. А чего он сюда встал? Я как бы логику не схватываю. Не, у него науки нет вообще. Вот он гадкий какой, как он меня атакует по жесткому. Так, ну надо как-то лошадей спасать. Смотрите, что началось. Неужто будет… Он хочет сюда конечно крепость поставить, а я конечно не хочу, чтобы он там крепость ставил. Вот такая у нас не совпадалова. Да, конечно фронт важнее тут, но если я потеряю лошадей, то… Мне тут юниты будут слабее, значит. О, я кого-то должен передвинуть. И… У… У… Х�. Х�. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, я могу уже... Так, во-первых, он храм Артемиды построил, окей. А, философия. А, может, и Мечников? А? Он-то у нас... Не может выйти из науки всё никак? Точняк. Игра получилась длинной, поэтому разбита на две серии. Окончание партии, я надеюсь, появится на канале завтра. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях, или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры.